всем привет очень часто задаваемый вопрос ирина неужели у вас не растут орхидеи в глухих кашпо что значит глухих кашпо это кашпо которые ограничены в свето проникновение то есть кашпо которые имеют вот такие вот непрозрачные стеночки я уже показывала эту орхидейку как она растет как она развивается есть мнение о пренепременном условии произрастания орхидей в условиях наших квартир горшочков условия следующие горшок для посадки орхидей должен быть свето проницаемым посмотрим как же развивается орхидейка горшочки совершенно света непроницаемым но есть определенная особенность о которой я сейчас опять таки вам расскажу и обращу ваше внимание на это почему же все-таки требуемый способ посадки посадки растения в данном случае орхидей фаленопсисов в данном случае просто разбивается в пух и прах когда говорят о том что орхидею пренепременно нужно посадить свето проницаемый горшок вы знаете здесь вот этой посадки достаточно много времени где-то в районе трех с половиной лет может быть даже к четырем это орхидея находится в этой системе посадки самое интересное что вы скажете ирина как так можно было такое время длительное не пересаживать все-таки растение из органического грунта потому что все-таки процесс старения органики он это естественный процесс он в горшках пренепременно происходит и в том числе закисление грунта засоление грунта до отложения солей в результате наших постоянных подкормок орхидей все имеет место быть в этой ситуации что я вам могу сказать почему длительность посадки она такова у именно у этой орхидейки вы знаете здесь была сделана специфическая посадка вы вот полюбуйтесь на крупноту этого цветка это нечто я сегодня посчитала в нее 11 цветов вместо расположения вот этих вот самих самих палочек да на которых крепится со собственно на сам цветок да вот это вот цветочная цветочный стебелек у них вот очень сокращенно расстояние между ними получается что просто цветок на цветке то он вот знаете он там вот весь вот посмотрите он весь такой заплетенный вот он во все стороны здесь пыталась сегодня его развести не думаю нет я сейчас попереломаю не буду разводить пусть как цветет так и цветет какова особенность посадки в этой орхидейки я могу сказать что и размещая растение в светонепроницаемый горшок я сделала определенный способ посадки что я произвела для этой орхидеи я взяла в посадку крупную кору она у меня относительно корневой системе в посадку шла крупная кора не плотно располагаясь не утрамбовываясь не прихлопывая по горшку ничего что я преследовала именно таким способом размещения крупной поры коры посадки у орхидеи безусловно мне нужно было создать достаточно большое количество карманов воздушных но они должны были быть не крупными они должны были просто быть далее крупная кора она вот знаете соприкасаясь друг друга не плотно потому что все таки она крупная она создает необходимые такие вот ниши сквозь которые очень хорошо проходит верхний свет это орхидея растет вот там по под той лампой вот которые вы видите так вот вот под этой лампой она растет и получается что свет верхний верхний свет располагается прям над этим горшочком вот смотрите она вот прям завалилась конечно немножко красавицы и вот у нее вот так вот располагается грунт когда я ее пересаживала мог я устилала через какое-то время почему я это дело я стала замечать что орхидея своими листьями мне подсказывает о том что все таки ей не хватает воды быстро быстро пересыхала посадка потому что все таки крупная кора вот и достаточные такие просветы которые специально были сделаны для поступления света в посадку верхний свет очень хорошо попадает сквозь вот эти вот ниши в коре вот он туда прям проникает сейчас я возьму видеокамеру и покажу вам но почему я не беру видеокамеру потому что я вам сейчас это двойной горшок вот посмотрите и здесь сейчас я постараюсь конечно вам ее достать но потом не знаю как я буду ее ставить сейчас я вам все все покажу вот посмотрите как растет орхидеюшка в условиях отсутствия вот в нижнем уровне конечно свет это маловато его практически нет в нижнем уровне это говорит вот нам с вами до корневая система которая выглядит просто немножко белис белисоватый в данном случае не знаю как буду ставить в стола для меня сейчас будет просто проблема в данном случае корни хорошие наполненные сосуды питающие растения они очень-очень большие и длинные вы посмотрите что она тут раскорявила и разросла здесь вот смотрите с этой стороны получается вот корешочки они тут везде они вверх прорастали вот видите и вниз они прорастали куда только они не устремлялись вот такое расположение как вы видите совершенно не претит в посадку для орхидейки вот о чем я говорю вот немножко под убрала мог я и вот кора она там совершенно не плотно располагается я вот после полива беру горшок а он легкий раз пересаживая орхидею вот в такой горшочек с крупной корой а кора реально очень крупная она во всем объеме крупная и внизу и наверху я расположила фитиль в посадку вот видите и вот этот фитиль у меня проходит вот здесь на середине горшка вот здесь вот он проходит фитилек очень хорошо доставляет воду из вот этого внешнего горшочка в посадку так сейчас я буду ставить а ну-ка поставь меня называется сейчас обязательно что-нибудь надломлю то есть фитиль работает именно на подачу воды кора вот смотрите я на поверхности снимаю смотрите какие куски здесь куски по 4 сантиметра но больше не могу снять потому что корневая система здесь приросла беру видеокамеру показываю вам как корневая себя чувствует вот орхидея очень крупная очень большая в грунте очень много корней дальше корневая система отрастаемая с поверхности шеи вот с более высоких уровней шейки она посмотрите вот она и в грунт ушла и сюда воздушные корни очень хорошие такие вот наполненные корневые такие ветки да вот посмотрите какие они прекрасные размах листьев здесь а ну-ка обними меня называется попробуй таки да усмирить меня вот такая вот красавица с большим количеством пар листьев постоянно цветущие вот такой блюдцеобразный цветок который вот практически он закрывает мою руку очень крупный размер цветка 12 сантиметров как в горизонт так и вертикаль всегда образует очень красивые каскады в этом году видимо сильно лампу я поменяла там раньше лампа была 14 ватка вот там на дальнем плане а сейчас лампа мини фермер 20 ватка я вам недавно про нее рассказывала и здесь достаточно подсветки но о чем это вернее что говорит о том что достаточно свет вот эти вот расстояние между цветками они маленькие видите то есть цветонос не удлиняется в результате нехватки света здесь прям цветок на цветке а вот здесь еще ближе посмотрите что она понаделала и вот 11 цветков но они тут по заплелись относительно друг друга просто какой-то кошмар вот так вот она в этом году цветет я говорю ну и что ты мне тут папа это кашу-малашу понаделала ну вот как цветет так цветет ничего не поделаешь с этой стороны мы вместе с вами давайте посмотрим корневую систему растение наклоняется но наклоняется мне оно непонятно почему потому что все-таки поверхностный свет и может быть особенность роста такова у нее может быть знаете она под собственным весом ложится это орхидея смотрите вот корни воздушные до замечательные она опять на момент цветения она опять пусть запустила новые росты и корешочки у нее начинают раскукливаться вы видели что в горшке у нее раскукленные корни вот смотрите видите корни туда по опускались и я просто не могу ровно поставить горшок вот так она у меня растет не плотное расположение мха в посадке почему я все-таки его положила потому что он но я вам сказала вот крупная кора она вся крупнейшая среди какие куски толстенные очень большие куски коры поэтому для того чтобы мне минимизировать пересыхание поверхностной коры я вот так вот островками положила мог все вот так она у меня растет вот вам пожалуйста яркий пример растения посаженного в света непроницаемый горшочек вот такая вот красота ну и конечно же что я сегодня вам безусловно хотела таки рассказать вот на об этой теме я вам немножко рассказала а теперь я вам покажу не мои орхидеи а что же это за орхидеи а это орхидеи моей сестренки поехала я проведать мамочку и смотрю у сестры растут растустились орхидеи да какие они красивые какие они мощные как они цветут сегодня вы увидите в этом видео приглашаю вас путешествие вот они красавицы которые живут в сестренке дома у нее тоже орхидеи немало я как-то вам показывала этих красоток у неё вы знаете вот эта орхидеи к я помню в я покупала сестренке эту орхидею смотрите какой мощный рост за год вот где-то в районе года эта орхидея у нее представляете как она выросла два цветоноса очень крупный цветок кстати на момент покупки цветочек был мельче вы посмотрите какой сейчас до крупный вот он практически закрывает и ладони пальцы цветет в этом году на два цветоноса кстати очень хорош очень хороший посмотрите какая большая орхидеи к вот видите здесь были такие мех повреждения механические повреждения листочки но это конечно не делает какого-то ну не нарушает эстетику в принципе орхидеи очень мощные красивые посмотрите какая красота еще одна красавица звездочка вот такая вот она видите пятипалая красивая очень форма орхидеи и тоже я вам могу сказать сейчас я вам ее приподниму вот так смотрите какая мощная листовая розетка очень хорошо растут орхидеи посадка вы знаете вот она классическая посадка орхидейки в кору здесь тоже посмотрите кора и очень хорошо себя чувствует орхидеи кора и двойной горшочек да вот эта орхидеюшка красавица посмотрите какие пойдемте дальше сейчас я вам еще покажу волшебное окошко с орхидейками и покажу то орхидейку которые я восстановила я помогла была сухая гниль на орхидейке потеря листочков неоправданная ничем не обоснованная но мы с вами нашли причину я сработала на опережение и орхидеи сейчас великолепно себя чувствует пойдемте я вам ее покажу съемка конечно против солнышка но тем не менее все равно хоть что-то вы да увидите и вот она еще волшебная окошко здесь орхидей тоже много и вы посмотрите сейчас мы вместе с вами прогуляемся я тут правда у сестры не спрашивала я не думаю что она мне за это наругает потому что она мне разрешала уже делать видеосъемку вот посмотрите какая красавица вот эта орхидея это беляночка которая цветет тоже как звездочка посмотрите какая мощная орхидея эту орхидейку два года назад я сама пересаживала вот в этот горшочек когда сестренка уезжали они отдыхают на море меня оставили на хозяйстве и я конечно же прихватила эту орхидеи потому что она уже требовала пересадки и пересадила ее вот вот в такой вот вот в это кашпо почему большой потому что это требовала корневая система сейчас посмотрите какая мощная вот количество листьев говорит о том что корневая система очень хорошо себя чувствует в этой посадке когда начинается мощное пропадание нижних листочков это все это явно засоление грунта и проблемы ой я тут пальчик порезала не обращайте внимание это явные проблемы с корневой системы когда ни с того ни с сего много листьев начинает снизу желтеть как-то так неоправданно и необоснованно закрытая система посадки ой я вам сейчас не покажу но когда я приезжала накануне я смотрела на эту красавицу вы знаете у нее обалденное развитие корневой системе системы в этой колбе как она врастает туда вот эта колба вот наподобие таких которые я использовала для пересадки орхидеи pretty romans и pretty fuzzy две красавицы розовые сидят вот таких красивых колбах и корневая система развивается шикарно обалденно ой посмотрите какая красота это орхидея вашингтон красавица и прелестница система посадки у нее вот посмотрите вот такая двойная так дальше мультифлора нежная красивенькая такая ведь и подсветочка тоже сделано на штанге штанга для карниз для ванной шторы для штору для шторы ванную комнату сразу мне хочется много вам всего рассказать о времени мало нужно уже ехать а так вот стандартная посадка горшочек кора сверху немножко мха здесь все-таки вот батарея и жар идет жар идет но тем не менее орхидеи в принципе они приспосабливаются девчонки вот реально приспосабливается вот эта красавица пока не цветет система посадки полузакрытая с дренажными отверстиями внизу кора сверху мох пока не цветет она видно недавно только отцвела но вы видите мощные крутые листья глянцевые красивые смотрите какие каскады у мультифлор букетиков до цветение шикарное у них далее вот она вот она красавица это орхидея charmer так сейчас я отключу лампу о смотрите это орхидея charmer вот ее я спасала у нее была необоснованная такая сухая гниль она съедала лист за листом не мокрая не черная а просто вот листья сохли от основания сухая гниль называется вы помните тот самый горшочек который я пересадила эту именно орхидеечку и она сейчас посмотрите какая красотка вот эти листья это уже все новое в моих условиях отросло вот эти уже вот этот листочек уже появился когда я сестренке и отдала после восстановления замечательная картина и как кульминация вообще восстановление это цветение орхидеи charmer после восстановления вот такая прелестница не маленький цветочек очень игриво смотрится так беленькая мультифлор очка вот тоже смотрите какие мощные кустики и очень красивая посадка вы посмотрите какая мультифлорная красота цветущие в варианте венозной орхидейки и тоже великолепные здоровые глянцевые и крепкие листья на всех всех орхидеях вот что значит здоровое цветение ну и вот так вот небольшой обзорчик все таки красивой полянки у сестренки на окошке гостиной съемка видео этой красавицы происходило вечернее время все таки я решила взять видеокамеру вам показать как она цветет в условиях дневного света сейчас пасмурно за окошком солнышко совершенно нет сильнейший ветер но вот смотрите какой крупный цветок и вот такой оттенок цветения в этой орхидеи в дневное время очень красивая очень красивая крупноцветковая чашеобразная блюдцеобразная форма цветка вот так вот Продолжение следует...